Всем привет, ребят, меня зовут Егор Шкрет, и сегодня мы снимаем офигенное видео, долгожданное, которое все ждали. Мы в салоне BMW. У нас 5 миллионов на канале. 5 миллионов. Это 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Я в жизни не думал, что такое вообще возможно, что такое случится. Ну, короче, мы в салоне BMW, потому что, да, я говорил, что мы хотим купить Cadillac, но мы посмотрели интервью Дудя, где Моргенштерн говорит вот что. Такое говно. Cadillac такая хуйня, не покупайте. И мы остановились на выборе BMW. Звучит адекватно и тоже не менее эффектно. Ну, а пока заполнят все документы, я вам хочу сказать о том, что это видео будет очень душевное и ламповое. Мало того, что мы подарим сегодня моей маме машину, так мы еще и поотвечаем на вопросы, и я поделюсь своими фактами, шокирующими фактами, которые вы обо мне не знали. Ну, и сколько можно ждать? Давайте затронем сегодня одну из самых важнейших тем, которую вы все ждали. Я об этой теме, да, да, да. Именно об этой. Ну что, нам только что в салоне сказали, что мы три бэбры и то, что машина готова. Поэтому можем... А, прошу прощения, четыре бэбры, даже четверо. Мы очень долго думали, какую же машину нужно взять родителям. Это на самом деле очень сложно, потому что мыслить же они по-другому. Мы думали, можно взять какую-то заряженную прям гонку, но вот с другой стороны, это же небезопасно. Ну, согласитесь, нужно, чтобы родители были в комфорте в первую очередь, и мы начали задумываться больше о комфорте. Я очень рад, что все-таки нам удалось. Спасибо вам огромное, и моя мама будет очень рада. Наконец-то этот день настал. Я беру моей маме Рено Логан. Ну что, как и обещал, сейчас я вам расскажу самые шокирующие факты обо мне, которые мы только могли вспомнить. Вспоминал не только я, и ребята мне подсказывали вещи, которых я о себе даже не знал, поэтому... Первый, самый шокирующий факт, ребята, это то, что я недавно купил себе 12-й айфон, 12-й про, и буквально сколько, 4 дня прошло, и я разбил его. Короче, да, я разбил его, представляете, смотрите. Я уронил его, он упал, я садился в машину, у меня в штанах широкие карманы. Я поднимаю ногу, он у меня так... А машина была джип, и высота, вы сами понимаете, он так... И вот так вот прям, но работает. Экран целый. Самое главное, целый экран. А сейчас я вам расскажу одно из заболеваний, которые у меня есть. Но я не считаю, что это как бы заболевание, это скорее больше странность. Эта штука называется мегалофобия. Я боюсь, на секундочку, огромных вещей. Ну, то есть, понимаете, больших предметов. Например, больших высоких зданий, или там гор. Странная хрень, но это так. Я сейчас иду наверх, а 4 года назад я наверх не поднимался. Вообще, не знаете, но у меня до этого канала был еще канал. И где-то лет с 15 я вот 4 года снимал видео, и набрал за 4 года всего полторы тысячи подписчиков. Мне вспоминать просто больно об этом. Вообще не останавливался, вообще. То есть, я всегда знал, что на канале будет минимум миллион подписчиков. В следующем факте я бы хотел вам рассказать, какие блогеры меня вдохновляли, или какие-то публичные люди. Первый, это, как ни странно, но группа Хлеб. Вы, наверное, может не знаете, кто это такие. Они сейчас музыкальная группа, а раньше они были ютуб-блогеры. Крутые, причем ютуб-блогеры. Второй блогер, который меня вдохновлял, это человек, которого вы все знаете. Его имени можно не называть. Как есть. И третий блогер, который меня вдохновляет, как ни странно, это я сам. Я сам себя вдохнуляю. Такой вот я человек. Это ни хрена ни чья свешна. Просто я просыпаюсь, смотрю на себя и думаю, чувак, ты должен сделать 64 миллиона подписчиков к концу 2021 года. Цель? Я вдохнуляю сам себя. И всем советую это делать. Вау. Цвет такой молочный. Идеально. Как мамины печеньки. Просто, ох, какая, посмотрите. Я уверен, моя мама просто охренеет. Блин, ее еще, знаете, под этим светом она выглядит еще круче. Охренеть. Ну что, все готово. Осталось только довезти ее родителям. Ехать сколько нам? Километров 300. Надеюсь, все будет хорошо. Спасибо вам большое. Ну что, пацаны, покатили. Следующий факт, очень важный в моей жизни. Я хочу вам рассказать, как я познакомился со своей девушкой Яной. Это охрененная история. Дело в том, что как только мы увидели друг друга, мы вообще друг друга не понравились. Я когда ее увидел, подумал, что за странная девчонка. Когда увидела она меня, наверное, подумала то же самое. Она мне потом рассказывала, что подумала. Это жестко. Но мы все равно потом сдружились, познакомились, долгое время общались. Не встречались, а просто общались. И еще один немаловажный момент. Все психиатры говорили, мои психиатры, мне говорили, что мы вообще не подходим с Яной. И психиатры Яны тоже говорили, что мы не подходим друг другу. Но мы до сих пор вместе. Вам, наверное, интересно, где я родился, где рос и начинал свою деятельность. Я это делал в городе Витебске, Беларуси. Но не в самом Витебске я жил, а еще вот как бы в микрорайоне от Витебска. То есть в ГП Руба. Это небольшой городок, но очень-очень ламповый. Там и зародилось все мое творчество. Я просто сидел много в интернете, смотрел ютубчик и все. Моя комната выглядела абсолютно обычно. Вид у меня был на лес, а внизу помойка. Максимально вдохновляющая комната и вид из окна, я считаю. Я помню, у меня там много всяких фотографий висело. Моя мама повесила иконку. Мы очень долго спорили, чтобы она туда ее не вешала, но она все равно повесила. Но я решил не спорить с моей мамой. Еще одна очень важная вещь, которая оставила огромный след в моей башке. В школе меня не любили. До пятого класса меня просто чмырили. Очень жестко. Ну вот прям очень жестко. Как-то во втором классе моя мама купила мне с последних денег костюм. На то время моя мама покупала мне школьный костюм в магазине, где продаются подержанные вещи. То есть, который уже кто-то носил. Все равно я был очень рад, я был красив. И когда я пришел на 1 сентября, во второй класс, мои придурочные одноклассники просто разорвали мне всю обувь, портфель и костюм, который купила моя мама. Вот так вот. Это жестко. И после этого момента я просто ненавидел своих одноклассников. А когда я начал снимать свои YouTube-ролики, ух, это был просто разрыв шаблонов. Они меня просто чмырили и не переставали этого делать. Ну а в шестом классе я дал, по-моему, своему однокласснику в лицу кулаком по морде. Давайте так назовем. И после этого как-то они приутихли. Но сейчас я могу сказать своим одноклассникам так. Ребята, подписывайтесь на мой канал. Делайте мою кнопочку подписаться серой. И, конечно же, нюхайте бэбру. Вот и все. Все это очень интересно, ну, чувак. Расскажи, пожалуйста, самый главный вопрос, который всех волнует. Я пойду. Я скучаю. Да, я скучаю по пацанам. Клевое было время. Искренне. По-настоящему. Вот. Но сейчас у меня своя команда. И мне капец как с ними весело. И мы делаем свою историю. И никто не знает, что будет дальше. Ай, ца-ца, гляньте. Ох, какая мылая. Ну что, Коля, водите, что у меня-то прав нет. Пока что. Но я зашел сюда так, как будто они у меня есть. Комфортное. Выглядит просто охрененно. Родители будут просто в восторге. Мы сейчас покатим уже в мою деревню, где я жил и провел все свое детство. К тому времени, пока мы приедем, уже будет утро. И как раз таки утром мы подарим. Чтобы было светло и суперски. Кстати, о исторических штуках. На секундочку. У меня увеличилась аудитория очень резко в какой-то момент. И, наверное, многие не видели охреневший видос. Как-то мы с пацанами сделали 12-метровый скейт. И жесть, как гордимся им. Потому что мы делали его 8 дней. С 7 утра до 12 ночи. У нас было время только поспать. И мы сделали 12-метровый реалистичный, который ездит скейт. Пусть пускали его с горы. Везли его по всему городу. Все оборачивались, фоткались. Но это было правда масштабно. Приехали даже журналисты. Представляете, фоткали нас. Мол, типа, пацаны, делали скейт. Следующий факт. Это, конечно же, то, что у нас 6 человек в команде. Шесть. И мы в шестером делаем выпуски каждые 2 дня. А буквально неделю назад мне пришла мысль, а может быть делать через день? Напишите в комментариях, хотите ли вы видео чаще. Нас шестеро. И я могу сказать так. У нас в принципе нету такого слова выходной. Ну нет у нас таких слов. Знаете, почему у нас нет выходного? Потому что мы не на работе. Потому что мы делаем охрененный канал. Вот так вот. Еще один факт. У нас за год 5 миллионов. 5 миллионов подписчиков за год. Да я поверить просто в это не могу. Вы вообще знали, что я песни пишу? Вот очень уже давно. Наверное, года 4. То есть это как мое такое хобби. Я каждый, ну не день, через день. Становлюсь перед микрофоном. И пытаюсь напеть какую-то офигенную мелодию, которая может разнести интернет. То есть моя задача не выпустить какую-то песню обычную, а прям сразу попасть в тренды. Еще мы снимаем это видео в 12 часов ночи. И выпустим мы его через 15 часов. Чтобы вы просто понимали о скорости нашей работы. Мне кажется, это заслуживает лайка. И последний факт. Я бы хотел публично извиниться перед всеми блогерами в 21 году. И перед подписчиками этих блогеров. В 21 году в трендах их будет мало. Потому что мы заполоним все тренды. Прошу прощения заранее. Извините. И ребята, запомните. Без вас ничего бы этого не было. Это факт. Ну что, уже утро. Мы почти подъехали к моему дому. И ребята едут с нами, короче. Мы всю ночь не спали. Дорога была долгая, но кайфовая. Вот, сейчас мы встанем где-нибудь, чтобы подумать, как мы будем это все делать. То есть надо повесить сейчас большой бант на крышу машины, понимаете. Ну то есть процесс непростой. Сейчас надо, короче, придумывать, чтобы это было приятно и по-сюрпризному. Ну что, вот мы и в моем городке сейчас будем вешать бант на машинку. Как это? Посмотрите, это продуманный бант. Он, короче, специально для машин с магнитом. Поэтому не составит труда, я думаю. Здорово, дам иголка. Вот это уже солидно. Смотрите. Точно, я так и представлял машину, которую выигрываешь в суперлото, там всякие там лотереи. Серьезно выглядит? Мне кажется, да. Чисто. Ты меня опять разыграл? Да. Вы меня опять разыграли. Да, мам, это тебе. Легор, ты что вообще дурацик? Что вообще? Мам, это тебе машина, да. Да что ты плачешь? Это даже наоборот круто. Посмотри, какая тачка. Ты что, дурак? Да, мам, все, Господи. Ты что? Ты что? Мам, все, внимание, ты что, это же все лишь тачка. Все, не плакай. Давай, садись, посмотри, какая она. За мной. Смотри, будете есть. Нет. Я не дурной. Ну, охрененная же, а? Скажи. Ну, все, не плакай. Вообще, ты раздеваешься надо мной? В смысле раздеваешься? Я думаю, что ты, мам? Стой, ничего, не плакай. Ты что, мам? Ты хорошая, не пугайся. Давай я с тобой посиди. Пугайся. Стой, давай посиди, да, чтобы ты перестала плакать. Просто я не... Мы хотели Кадиллак купить, честно говоря. Но мы подумали, что она жрет 6 литров, и типа она... Ну, как и сказал Боргенштерн, говно, поэтому... Решили взять ПМБ. Она комфортная. Мама просто в шоке. Она вообще не думала. Мы ее забрали с работы, она думала, ну, за какими-то документами едут. Ну, что? У меня нет слов. Вообще? Вообще. Каких? Что можешь сказать? Мне не лечится. Так это же сон, мам. Просыпайся. Просыпайся, мам. Это не сон. Не выдумывай. Не выдумывай. В смысле, мам? Ты что, я не буду на джипе ездить? Ты что вообще? В смысле? Что вообще? Я серьезно вам купил машину, мам. Отрицание процесса сейчас идет. Скоро будет принимание. Мама в полном восторге, я уверен. Она в шоке. Просто я никогда ее такой не видел, честно. Никогда. Покажи, покажи, покажи. А ты знаешь, какая здесь музыка? Охрененная. Дай-ка я навалю. Баса. Прикольный прикол. То, что она здесь, да. Смотри, во-первых, багажник открывается. Вот так. И тут BMW подарил зонтик от BMW. Это банки. Боря, не веришь, это мне. Серьезно, мам. И коврики на задней сидушке. И вот смотри, знаешь, как она закрывается? Да, мам, успокойся ты, че ты. Это мелочи жизни. Да, сдурел. Все, успокойся. Успокойся. Что, зачем? Он же не был. Ну, просто, чтобы было. Сдурел. Ну что, мам, держи, вот тебе два ключа. Все, катайся. Все, давай, мамут. Все, мы покатили монтировать это видео, потому что у нас осталось 6 часов на монтаж этого ролика. 4 часа осталось. 4 часа осталось. Ребят, мы покатили. Ну что, ребят, вот такое вот видео. Спасибо всем, кто подписался и сделал пятерочку, потому что у нас с мамой был такой вот небольшой спор. Машина стоит, мама просто в шоке максимально и скажи, что ты хотела сказать. Давай-давай. Они знают, что ты шаришь youtube, так что давай накидывай, накидывай. Если мы наберем миллион за эту неделю подписчиков, я ее сожгу, как Миша Литвин. Ты уверена? Да. Окей, ребят, ну что, с вас подписочка, с нас грандиозный видос на первом месте Трандиск. Ну что, ребят, я надеюсь вам понравилось это видео и вы досмотрели именно до этого момента. Мы погнали снимать новое видео. Ну а пока, пока. Сделай кнопку серой, просто тыкнув на экран. Подпишись на мой канал, сделай это сам. Сделай кнопку серой, просто тыкнув на экран. А я вижу, ты не подписан. Жду на канал. Просто спустись, там кнопка красная. Я, ты подпишись на мой канал. Сделай это сам. Сделай кнопку серой, просто тыкнув на экран. А я вижу, ты не подписан. Жду на канал. Просто спустись, там кнопка красная. Я, ты подпишись на мой канал. Сделай это сам. Сделай кнопку серой, просто тыкнув на экран.